добрый день друзья сегодня у нас долгожданный обзор долгожданная покупка долгожданная посылка пришла к нам с оренбурга это инкубатор инкубатор классный я сейчас подробно вам расскажу почему я так считаю и уверен что вы со мной согласитесь вот так выглядит инкубатор инкубатор как я сказал в оренбурге называется он blitz 48 c то есть цифровой это шестая модель то есть 6 модификация наверное были до этого еще не знаю но скорее всего инкубатор 100 инкубатор стоит 8991 рубль кроме него я еще купил авоскоп и поддон для перепелов авоскоп стоил пятьсот девяносто семь рублей поддон для перепелов сто девяносто семь и того ну короче 9 800 я отдал за эту покупку плюс доставка транспортной компании мне обошлась 934 рубля руководство по эксплуатации в лиц я его честно вам скажу немножечко пробежал не было времени изучать внимательно потому что у меня есть на настоящий момент нету яйца ведь что даже схема принципиальная электрическая если вдруг кто-то в этом разбирается я не разбираюсь вот будем покупать яйцо инкубационная и тогда я уже плотненько изучу руководство эксплуатации как нужно пользоваться этим чудо прибором также в комплекте шла вот такая брошюра домашнее инкубирование очень я вообще благодарен за эту брошюру производителю потому что вот для таких новичков как я я думаю даже не только для новичков а для тех кто уже имеет какой-то опыт очень полезно почитать эту брошюру тут вот с одной стороны получается за рекомендации инкубации по закладке вот брошюрку я полистал почитал очень интересно вот обладая этой брошюркой можно не имея никаких знаний спокойненько вывести птенцов то есть настолько все подробно и классно рассказано я бы вот очень было там очень рад что мне не надо там где-то искать эту информацию а спокойненько воспользуемся вот этой книжкой тут еще в конце почитал отзывы покупателей отзывы покупатели на самом деле я слышал этот инкубатор тоже слышал их и в интернете если бы я не нашел этих отзывов я бы покупать бы наверно не стал инкубатор самое главное инкубатор друзья инкубатор реально классный вот так он у нас выглядит внутри у нас сейчас установлена решетка для перепеленных яиц я вначале не мог понять чем она отличается от решетки для куриных яиц вот этого для куриных для утиных яиц но потом написал производителю спросил в чем разница имела дали по электронной почте ответ что вот это у нас перегородочка служит для чего это вот поддон для куриных яиц то есть у нас ставится перегородочка если нам надо вывести не этот инкубатор на 48 эти а самое главное забыл вам сказать да на 48 если вам надо инкубировать меньше из предположим там 30 вот вы перегородкой ограничиваете и укладываете сколько вам надо из а перегород перегородка для перепелиных не перегородка решетка для перепелиных яиц она имеет тут перегородку которая не дает яйцам скатываться яйца перепелиные маленькие чтобы они видно домиком не складывались туда сделаны перегородка кроме того что на этих решетках эти решетки состоят из крупной проволоки внутри еще постельно пластиковая мелкая проволока для того чтобы птица когда углубляется не провалилась через решетку я об этом слышал что бывает такая ситуация что цыплята выводится и начинают проваливаться там застревать но это не очень хорошо тут вот этот момент предусмотрен ну давайте вообще я вам расскажу почему я решил купить инкубатором и как я к этому просто штук я цыплят техасов по 60 рублей это 6000 рублей это практически большая часть цены вот этого инкубатора да ладно бы того что я купил и вывелись бы у меня птицы на него вывелась а выросла бы нормальная птица все было хорошо это бы был еще ладно но к примеру птенцы мне попались вот реально больные вы видели эти ролики я вначале не мог понять что к чему но когда у меня там погибло огромное количество их моего по голове я бы очень сильно нас на самом деле расстроен удручен думаю может быть я там совершенно косячу а потом узнал что меня знакомые тоже брали в том же месте где я покупал птицу у них тоже тоже птица погибло они причем брали цыплят бройлеров них тоже они погибли то есть там видимо уже изначально было инфицировано вот скажем так то место где покупал птицу не буду говорить где не буду делать эту анти рекламу что поделать надеюсь они там уже дезинфекцию провели в общем массовая гибель птицы меня очень сильно расстроила психологически очень было неприятно поэтому как-то меня это начало подталкивать к покупке инкубатора во вторых не было интересно вывести птицу посмотреть как будут вылупляться птенцы но рождение птенца это событие это прикольно я думаю вы со мной согласитесь ну и опять же экономика вопроса если вы собираетесь заниматься птицеводством содержать птицу постоянно то вы вообще ничего платить за яйцо не будьте у вас будет инкубационное здоровое яйцо от ваших кур там уток перепелов неважно вы собрали яйцо и положили инкубаторы вывели инкубаторов почитал я почитал очень долго вообще на самом деле этим вопросом занимался изучал различные фирмы различные производители смотрел чем же они отличаются друг от друга эти инкубаторы пытался найти тот инкубатор который мне ну скажем так лучше для меня будет давайте я сейчас вам скажу вообще чем они отличаются для начала да вот смотрите инкубатор отличается несколькими позициями ну давайте начнем сначала по способу переворачивания яиц мы знаем что яйца обязательно должны если на инкубаторы нет автоматического переворота яиц вы однозначно обрекаете себя на то что вам нужно будет постоянно их крутить бывают ручное переворачивание то есть там какой-то есть привод там ручку покрутили да и перевернули я всю площадку с яйцами бывает вообще без переворот то есть вы должны постоянно подходите крутить эти яйца но согласитесь это несколько несколько муторно во вторых не будете вы ночью вставать постоянно переворачивать яйца а если яйца не переворачивать насколько я прочитал как пишет литература то зародыш может приклеиться к стенке яйца и погибнуть то есть переворачивать надо обязательно если в природе это делает курица то нам приходится это делать самим поэтому инкубатор я для себя понял однозначно должен быть с автоматическим переворотом когда я это понял я понял что круг инкубаторов который для меня подходит резко сузился всего несколько моделей которые это делают температура в инкубаторе должна поддерживаться автоматически идеально правильная температура то есть должен быть цифровой термостат должна быть автоматика если вы не поддерживаете правильную температуру причем ее надо поддерживать до десятых долей градусов вы представляете насколько это все серьезно ручную создать такие условия дическое поддержание температуры обязательно кроме температуры оказалось что очень важно влажность очень важно поддерживать влажность чтобы поддерживать влажность на нужном уровне нам нужно опять же нужна же нужна же автоматика автоматика которая будет поддерживать нужную влажность вот у нас такие здесь корыца сейчас мы их установим я сначала теоретически вам расскажу а потом мы начнем это все запихивать устанавливать инкубаторов которые поддерживают автоматически нужную влажность еще меньше здесь на этом инкубаторе такая возможность есть сейчас камеру с другой стороны поставил птицы особенно определенный периоду важного большое количество воздуха то есть зародыш должен дышать для этого нужно чтобы было много воздуха здесь его обеспечивают этот вентилятор кулер который вы видите сейчас находится прямо у вас в камере прямо перед вашими глазами на этом кулере вот эта спиралька закреплена видите это спираль которая нагревает воздуху регулирует воздух причем спираль и кулер 12 вольтовый то есть если даже рукой дотронуться ничего страшного я видел на канале производителя на youtube канале как показывали как можно рукой тронуть эти абсолютно ничего страшно то есть он руку вам не обождет кулер я так понимаю типа обычного компьютерная конечно могу ошибаться но выглядит обычно такие кулеры вы знаете работа топ я начал смотреть инкубаторы по их внешнего виду вы видите что у нас здесь инкубатор он сделан в прочном фанерном корпусе такой корпус друзья мои вы сами понимаете будут служить годами ну можно сказать всю нашу жизнь то есть инкубатор рассчитан на очень длительная длительную работу давайте уберем платочки под воду инкубатор собран из фанеры пропитан морилкой если его не оставлять на улице под дождем я думаю на мою жизнь его хватит он утеплен то есть вот под этим вот металлом оцинкованы находится утеплитель причем посмотрел пришла когда посылка упаковано кстати было очень классно в двух коробках заложено пенопластом то есть и надо отдать должное производителю что даже если транспортная компания бы не аккуратная к это было то он бы дошел куба прощились без повреждений и была проложена посылка инкубатор вот таким пенопластом то есть вы видите тут пенопласт такой вот ну видимо обрезки оставались очень плотный как он спина не знаю как он называется мне даже тяжело сломать то есть очень плотный прочный пенопласт здесь в стенках и на крышке это очень здорово то есть это пенопласт на пенопласти не сэкономили крышка собрана из такого же пенопласта и в ней имеется окошко для того чтобы можно было наблюдать за инкубацией а для нас с вами чтобы можно было снимать на видеокамеру инкубацию согласитесь это очень важно чтобы через камеру через окошко мы с вами могли посмотреть процесс рождения птенцов это же это же очень интересно да вот мы говорили про корпуса так вот посмотрели в интернете огромное количество инкубаторов которые сделаны вставлять просто и ступы из пенопласта то есть полностью весь корпус сделан из пенопласта ну я сразу категорически был против потому что это это не наш метод это не наш подход вы знаете что если я что-то покупаю то покупаю так чтобы она служила годами если инкубатор сделан из одного пенопласта служить он будет 12 чем еще хорош он оборудован автоматикой которая позволяет поддерживать нужную температуру причем там по-моему сутки он держит температуру и поворачивает яйца если у вас вырубил электроэнергию то есть тут есть выхода для подключения аккумулятора это тоже очень важно у нас зачастую есть проблемы такие у людей что выключили электричество мы пришли с работы там да даже если не с работы просто вы пришли а у вас нету света и ваши инкубационные яйца зародышей погибли это очень конечно печально вот тут вот у нас зажимы есть под 12 вольтовые под аккумулятор автомобильный то есть можно инкубатор подключить к аккумулятору и вы будете не будете беспокоиться что у вас выруби электричество погибла птица причем подключение переключение все происходит автоматическом режиме то есть вырубил свет даже если вас не будет он перешел на аккумулятор свет появился инкубатор заработал причем в режиме когда есть подача электроэнергии этот инкубатор работает как зарядник для аккумулятора ну тоже прикольно правда как я понял заряжает очень по чуть-чуть чтоб перезаряда видно не было то есть там сутки двое он будет подзаряжать аккумулятор до полной его зарядки ну в общем то я думаю все это продумано я не сильно в этом разбираюсь но думаю значит так и надо вот кроме того кроме того что было еще очень важно была важна цена цена была важна инкубатора потому что с нынешним долларом импортные инкубаторы нам вообще скажем так ну тем кто получает зарплату в рублях современные импортные инкубаторы стали абсолютно недоступны по цене начал я смотреть стоимость на инкубаторы которые там где-то хвалили что-то инкубаторы хорошие качественные но про них все писали еще тогда когда доллар стоил там 35 рублей и сейчас про них никто ничего не пишут что их просто перестали покупать это по-моему корейские инкубаторы вот я посмотрел сколько они стоят ранее интереса залез посмотрел так вот цена корейского инкубатора вместимостью 50 из ну то есть у нас здесь 48 сопоставима да только не падайте стоит 76 тысяч рублей то есть инкубатор стоит 70000 рублей 76 тысяч рублей ну блин это нереальная какая-то цена я даже интересно посчитал на бумажке сейчас возьму такая забавная математика получилась к примеру если разница между ценой на инкубационное яйцо и однодневного цыпленка составит 20 рублей то мы должны вывести 3800 яиц 3800 яиц чтобы окубить инкубатор и это без стоимости электроэнергии это при загрузке инкубаторов 50 яиц получается 76 выводов нам сделать надо если я к примеру собираюсь ну там три выводка делать да в год но может четыре ну три возьмем до утки там перепела куры то окупаемость даже только чисто по яйцу составит более 25 лет ну в общем какая-то странная получается экономика вопроса наверно тогда уж проще цыплят покупать ну в общем как то так смотрел люди еще покупают китайский инкубатор но я так понял что их покупать все меньше и меньше народа потому что жалуются что потом получается так что в один прекрасный момент эти инкубатор накрывается момент наступает очень быстро и опять же они пенопласты в основном или какой-то пластик я посмотрел хриппенький но не наш это подход наш подход что все было по-серьезному сделано мощно надежно ломаться тут я как уже понимаю ничего абсолютно то есть вот кулер будет служить очень долго но в крайнем случае заменить его на кулер там подобного класса вообще не составит труда это копейки что касаемо автоматики автоматики я так понимаю что автоматика там должна использовать стандартная думаю ну тоже если вдруг она накрылась там через несколько лет хотя чему накрываться по большому счету вот электроника такая работает тоже очень неплохо и очень долго если мы будем запускать этот инкубатор там три-четыре раза в год но я к примеру да то я думаю тоже она будет служить нет мне должно хватить на мой век я на это надеюсь так давайте попробуем его включить в сеть сразу попробуем покрутить включаем сеть включился у нас кулер заработал сразу идет нагрев температура 26 и 6 сейчас выставлена вообще выставляет и поддерживают он температуру до десятых долей градуса я так понял что даже импортные дорогие инкубаторы зачастую не имеют такой функции вот не поддерживают температуру еще я думал насколько это реально все но тоже опять же на сайте производителя на на youtube канале посмотрел обзор этого инкубатора и был приятно удивлен то есть производитель измерял температуру в различных точках инкубатора различные периоды там инкубации на компьютер там вводил показания датчиков и были ну классно так что мы попробуем сделать давайте посмотрим как у нас работает механизм поворот тут он может и в ручном режиме работе автоматическом инструкция посмотрел как там ну будем когда инкубировать яйца тогда уже более подробно все это посмотрим то есть нажимаем мы кнопку поворот держим ее так еще раз тут три режима выключен автоматический ручной как это у нас там ручная до включен ведь я еще это как мигает да вот он автоматическом режиме повернулся вправо и вроде бы каждые два часа будет поворачиваться для того чтобы как мы уже говорили инкубация прошла успешно так давайте вручной режим поворотов как я поставил нормально там нормально вручной режим поворота поставим видите плавная плавная регулировка то есть если вам надо укладывать когда яйца вы спокойненько повернули вправо там влево выставили удобно и удобно вам угол ну и потом включили на автомат и он у вас работает автоматическим режиме перевернул пару часиков подождал перевернул другую что выказывал ванночки вот эти до который крепится крепится устанавливается внутри инкубатора в них наливается вода для того чтобы вода туда наливалась в нужном количестве для того чтобы там было правильная влажность которая опять же как мы говорили очень важно для птицы у нас есть во первых автоматический вот такие вот бутылки с пробками автоматически подачи воды то есть это у нас принцип как ну как ниппельная поилка да ниппельная бункерная в общем это у нас автоматическая поилка для подачи воды в ванночке то есть вода когда уходит оттуда с бутылок подается вода снова я так понял что их менять надо всего лишь там там раз в трое пол суток в воду мы не менять и добавляем воду которая испаряется изучим это более подробно уже к моменту инкубации для того чтобы обеспечить правильную влажность внутри инкубатора тут существует вот такие регулировочная регулировка влажности задвижка вы видите если установлена одна ванночка можно устанавливать передвигая задвижку на 55 50 40 процентов влажности причем опять же я смотрел видео и измеряли гигрометрами цифровыми то есть это не просто так от балды поставлен тут все у людей выверено то есть этим показаниям можно доверять если две ванночки мы выставляем влажность там 80 60 и 45 процентов от двигая или закрывая эту задвижку в зависимости от того какую вы птицу собирайте себе вывести там перепелов курей гусей индюков и так далее от этого зависит какую вам нужно будет устанавливать влажность и плюс в различные периоды роста эмбриона вам нужно тоже разная влажность благодаря такой задвижки вы тоже спокойненько вот выставили налили воду выставили влажность запрограммировали автоматику поддержания температуры и спокойненько ушли на работу в принципе можно вообще три дня и так понимаю даже сюда не подходить ну конечно мы будем смотреть каждый ну будет инкубатор оставаться работать я буду тоже уходить работать вечером проверять что у нас происходит изготовлен инкубатор очень достойно то есть вот нет никаких огрехов которые бы мне было сбросались бы в глаза то есть качество обработки везде хорошие то есть у канди не зацепляется не оцарапаешь ничего внешний вид идеален ну мне очень нравится подгонка классная там даже он выборка для руки даже можно было пенопласт под поднять видно что инкубатор делаются на каком-то маленьком производстве то есть это не какой-то там завод который сразу там по форму лепит видно что сделано это все вручную но вручную с любовью очень качественно придраться пока не к чему ну самое главное конечно это я так как говорится хвалебный отдых пою пока еще у меня нет опыта использования этого инкубатора поэтому окончательно свое мнение я естественно смогу высказать тогда когда у нас выведутся птицы посмотрим как он работает обязательно будем делать много видеороликов очень есть у меня много задумок по поводу инкубации яйца я думаю вам понравится мои видеоролики по выведению из яйца птенцов надеюсь не разочарую вас ну и надеюсь меня не разочарует инкубатор но я в принципе говорю если бы я не посмотрел отзывы людей не почитал что люди пишут то и брать бы даже не стал потому что покупаем такую вещь как я уже сказал надолго это вот как с оружием да мы купили какое-нибудь хорошее ружье и он служит всю нашу жизнь не только радует покупаем вещь навсегда также и тут вот эта покупка для меня навсегда я надеюсь что не будет мне необходимости менять эту инкубатор но только если на увеличение я так посмотрел когда на сайте вот производителя blitz 48 посмотрел у них там разные инкубатор есть поменьше побольше есть кстати инкубатор и тоже достойный подешевле чем этот если кому-то эта цена кажется велика если промышленное производство посмотрел какие-то шкафы здоровенные но мне это не нужно я сильно не интересовался но я так понял что можно инкубатор найти их под свои нужды практически любого все друзья заканчиваем видеоролик встретимся уже в